привет мои дорогие теперь мы с вами погадаем на тему девочки что в его сердце сейчас что в сердце вашего мужчины о чем он думает о чем он переживает о ком и это будет у нас сейчас монара именно на монаре мы посмотрим что в его сердце сейчас итак мои дорогие берем монару и смотрим что сейчас в его сердце сегодня такой интересный день 20 10 2020 то есть 20 10 20 20 очень интересное число и дело в том что здесь аж три верховные жрицы и один маг и 400 мои дорогие дам а сегодня загадочное такое число если вы хотите сегодня помогите девочки то берите это число перейти этот день если вы сможете расклад в другой день девочки то он все равно будет действенным потому что именно в тот день когда вы выбираете карту вы выбираете вариант к этому дню и он и относится если вам не хватает раскладов и вы любите со мной посидеть девочки заходите на мои другие гадания ну что давайте посмотрим что в его сердце сейчас 4 у нас варианта будет 4 мужчины 4 стихи и 4 короля что в его сердце выберите своей пушистой лапкой котика карту загадайте мужчину которого вы хотите узнать что в его сердце и давайте посмотрим первый второй третий четвертый вариант что сейчас в его сердце что творится о чем он думает по ком он тоскует и все такое в общем что будет выпадать по картам я буду делать развернутый расклад на каждый вариант и посмотрим что в его сердце мои дорогие 1 2 3 4 ну пока вы думаете девочки я тут сделала свечи у меня есть программная свечи от негатива и у меня есть девочки уже есть собран наборчик программные свечи для любви девочки для кто балуется приворотами вам будет удобно пользоваться моими свечами если кто хочет например без каких-то обраток и все остальное потому что я занимаюсь черной магией и когда вам кто-то сделал эти свечи да то это намного лучше я от этого защищена защищена от любого негатива так что когда вы сами делаете свечи это супер хорошо когда вы пользуетесь свечами которые вам дают например ведьмы колдуны кому вы там обращаетесь это в два раза супер так что обратите внимание у меня есть уже целое видео сегодня кстати тоже вышло но там ссылка все равно будет в описании вы можете посмотреть как делать самим либо девочки заказать у меня и тут еще специально такой брелочки идет все мои дорогие ну что загадали 1 2 3 4 давайте посмотрим что в его сердце сейчас так первый вариант девочки девятка червовая выпала девятка воды вот этот мужчина он скучает но дело в том что у него сейчас идет знаете такое ощущение я бы не сказала что пессимистическое у него сердце прямо сейчас да но там есть такие вот нотки что как будто как огонь затухает да как будто бы вот пожарили шашлыки да или он кого-то пожарил я извиняюсь за выражение да и вот после этого огонь затухает тут так девочки если вы чувствуете что этот мужчина от вас как-то отдаляется он не хочет сейчас с вами идти на встречи да это говорит о том что в его сердце девочки тоска и эта тоска в принципе не особо связано прям такие с конкретным человеком да эта тоска у него именно но своя то есть ему не хватает витаминок ему не хватает может быть того же кофеина ему может им просто надо выспаться да то есть у него по девятке вот этой вот по девятке воды идет девочки то что мужчине как будто бы надо надо отдохнуть и набраться сил то есть даже если смотрите вы гадаете на себя и очень хотите знать как именно к вам относится сейчас этот мужчина да то я вам скажу что надо просто дать ему посидеть в его берлоге просто дайте ему отдохнуть девочки отдохнуть от вас отдохнуть от других женщин вообще отдохнуть от всего и когда он наберется этого девочки у него уже все таки есть какая-то тоска девятка девятка это водная она говорит о любовной тоске и когда вот у него эта энергетика сейчас спадает да и ему получается ничего не хочется ни за что он не хочет бороться никаких комплиментов делать что-то такое и получается когда он потом наберет эту силу назад да то он получается эту любовную тоску будет показывать и будет проявлять и скорее всего девочки к вам будет потому что все таки червовую кубковую карту вытянули вы никто другой да давайте посмотрим что в его сердце сейчас семерка старший аркан колесницы ой луна выпала и луна девочки да ему надо закрыться ему надо поберечь силы у него получается знаете какая-то грусть тоска возможно это осенняя хандра возможно это просто хандра да хандрит мужичок хандрит хандрит и тоскует и вроде бы знаете вот этот мужчина он вроде бы и хочет этой физической любви обнимашек целовашек интимной близости до всего остального но у него просто на это нету сил и дело в том что ему как раз этих сил надо набрать поток почему потому что он проявляет эту любовь он проявляется девочки вот такими толчками да это не все время мужчина который постоянно дозированно проявляет например к нам свои чувства свою любовь он убегает ему надо 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 набраться сил потом прибегает весь такой ах я там для тебя и горы сверну все остальное потом у него такой период опять идет это и это кстати я сначала подумала вот по девятке червовой что это просто у него так иногда бывает да а я смотрю что он так и живет девочки по принципу нравится хочу то звоню и все делаю а если у меня нету сил на это если у меня нету времени то я уползаю свою берлогу и это касается его творчества тоже его жизненных позиций девочки да то есть я думаю скорее всего он вообще по жизни креативщик какой-то да чтобы быть душой компании невозможно быть душой компании по расписанию да я даже вам скажу пока на картах гадать и делать там диагностики все остальное по расписанию но невозможно я вот иногда удивляюсь как некоторые люди по записи по записи по принимают да ну так о извините меня в этот момент могут быть у тебя месячные тебе может болеть голова ты можешь быть без батареек как ты можешь помочь другому человеку в тот момент когда у тебя самого энергия как-то на спаде да и получается конечно же у меня например нету такого я не могу по расписанию там с людьми работать но не могу ибо и не работаю и никогда не работала и тоже этого делать не буду потому что мне хочется сделать это на каком-то на заряженные батарейки на пике всего и ваш мужчина такой же и вот смотрите у него еще луна девочки это еще говорит о том что когда он такой раздрай получает когда он хамдрит то ему сняться плохие сны да он возможно даже и не высыпается ему надо набраться сил девочки если вы хотите и ждете от него сейчас какой-то проявление своих чувств по отношению к вам то это девочки тяжеловато по одной простой причине потому что мы не всегда можем привыкнуть к тому когда у мужчины такие фазы наступают да и причем даже сами вот мы с вами любим поговорить да про нас про женщин мы делимся эмоциями какими-то друг с другом нам становится легче а у мужчин по-другому они закрываются в себе им надо побыть один на один и когда например мы на мужчин какие-то предъявы им делаем они получается закрываются себе молчат да и к и а нам еще хочется больше выковырить в достать его за хвост с этой норы как лисицу какую-то да а ему всего-то надо отсидеться немножко в кустах девочки у него сейчас спад их энергии хандра печаль тоска и нехватка вот этой вот энергии любовной даже для того чтобы ей делиться поэтому девочки знаете чем он сейчас занят он занят с поисками смысла жизни у него в голове возникают вопросы а как я буду жить а что я буду делать а что будет со мной когда я состарюсь вот я такой-то такой-то да а как у меня работает моя система а могу ли я делать женщину счастливой а что я добился в жизни и он знаете сейчас даже я бы сказала пассивный наблюдатель собственной жизни да вот он даже сидит с кем-то общается и получается он все равно слушает да что ему говорят он не включается особо в разговоры он в этот момент думает о том а нужен ли ему этот человек а что я тут вообще делаю да ему надо вот эту луну свою конечно беречь и ему надо знаете какая женщина для него девочки идеальная да та которая в принципе умеет жить свою личную жизнь которая не особо от него что-то требует и вот это вот он он очень чувствительный да и получается если он чувствует от вас что вы как-то искусственно пытаетесь ждать его терпеть какие-то выходки да а потом все равно в голосе вот нотка какая-то у вас появляется и в эти моменты вот этот мужчина творческий мужчина да когда он на спаде энергию он получается чувствует раздражение да ему хочется вообще куда-то сбежать хотя он и что-то мне тут черное идет вот идет черная и я сейчас вот пока говорила думаю думала как как облечь в слова вот эту вот черноту которая идет мне такое ощущение что вот смотрите я смотрю на дверь и она совещана там и номер написано вот как мужчина сравнивать с дверью да и ручка есть и все есть у этого мужчина но как открываешь дверь там черным черно вот как вот какая-то такая темнота темнота девочки а чем эта темнота то такая связана рыцарь воды что такое дорогой что мой хороший с тобой случилось так четверка воздуха паш воздуха да ему надо девочки отдохнуть набраться энергии вот знаете что что его сейчас даже я бы сказала бесит да бесит в самом себе то что он понимает он понимает что он женщине должен давать что-то больше но когда он на спаде энергии он это не может давать и он сам себе бесится понимаете сам себе бесится девочки мужчина очень привязчивый да то есть какой бы он там гуляка вдруг не был если вы там на бабника какого-то загадали то я вам скажу что для него очень важно чтобы вот женщина в его представлении в его голове такая знаете ангелочком была вот чем больше вы себя ведете так по справедливости ангелочком таким делаете добро помогаете котикам да то получается он вам ставит вот в голове такие плюсики им очень не хватает таких вот людей честных открытых правдивых добрых я бы даже сказала женщин таких не хватает и у нее он получается в памяти сохраняет образы тех женщин которые у него присутствовали и он хочет из этих образов делать даже если какие-то негативных моментов куча у него было в отношениях да он все равно пытается очистить вот этот чистый образ женщины сделать и причем я вам скажу что ваш чистый образ он тоже в голове держит поэтому сейчас он девочки конечно тоскует да но проявляться он будет позже по отношению к вам иры когда он наберется сил мои дорогие потому что сейчас он такой знаете он минусует он уходит в прошлое свое вот такие у него девочки в сердце сейчас дела любовные так а давайте знаете что еще такой момент тут посмотрим что в его сердце по отношению к вам и опять опять же выпала луна и 21 старший аркан мира он девочки знаете такое ощущение идет я ушел но я вернусь я ушел чтобы к тебе вернуться вот какие-то такие практически как стихи девочки идут жди меня я вернусь только очень жди жди когда идут дожди понимаете меня и это как и к физическому так и к душевному относятся вот такой вот мои дорогие первый вариант второй вариант котики давайте посмотрим что в его сердце сейчас что в его сердце сейчас боже ты мой а что в его сердце сейчас у него зависимость девочки от вас он реально зависит от вас он зависит от того чтобы наблюдать за своей женщиной это мужчина который любит смотреть за женщиной то есть она должна находиться в поле его действия в поле его зрения я вам скажу я такой типаж очень часто встречала девочки и мне его у меня даже кот тут чихает мне его очень легко читать до понимать этого мужчину по четверке воды я вам скажу что этот мужчина когда вы к нему приближайтесь он такой так ну все я делаю свои дела не мешай мне отойди но вдруг вы куда-то уходите и вдруг заходите за какую-то черту где он вас не видит он начинает волноваться девочки и начинает эй куда пошла что ты делаешь почему-то иди сюда ну и знаете получается он наблюдатель он девочки вашу страницу уже практически да то есть он получается смотрит 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 на ваше изображение у него фотки сохранены у него на телефоне есть ваши фотки либо ваше видео либо что-то связанное с вами почему потому что в те моменты когда он не может в живую на вас за вами наблюдать вот этот мужчина наблюдает за вами до теми средствами которые ему подручны либо вашу страничку и сполосовал и скорее всего у него есть какой-то инструмент которым он пользуется для того чтобы не быть замеченным да 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 девочки у вашего мужчина либо есть какая-то скрытая страничка которой вы не знаете скрытый номер телефона который вы не знаете либо он вот любит знаете следить так чтобы особо это не было видно то есть например проезжает мимо вашего дома проходит мимо как оттуда-сюды да где-то за кустами прячется за углом девочки да то есть он еще за вами наблюдает и даже если вы например были с ним на встрече и потом идете домой и у вас такое ощущение что вы все вы идете сама домой да то есть его нету он вас не провожает ну не знаю уехал да этот мужчина отъедет на какое-то определенное расстояние от вашего дома чтобы увидеть вас подъезд еще пронаблюдать они выбежали вы с него не пошли бы на какое-то другое свидание да вот у него девочки я не скажу что это маньяк да но вот у него такая слежка за вами есть и капитальная причем что его сердце сейчас ой да и император вот обратите внимание к тому что я говорила сейчас на одну карту да 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 написывайте еще одно слово да император произносите император делает это император за вами наблюдает император импер он понимаете он не то что считает ваш своей добычей да в прямом смысле этого слова вы для него его и собственность его владения его женщина до в каком бы вы типе отношений сейчас не находились бывшие это девочки то или этот настоящий и даже если вам кажется что он вас игнорит он вас не игнорит он за вами следит и и он реально относится к вам как своей собственности и вы можете да я не его собственность да что он там себе позволяет да я свободная женщина и все остальное нет девочки этот мужчина собственник он собственник и его женщина должна быть в поле его зрения всегда да понимаете всегда если вы вдруг исчезните вот вообще с поля зрения у него да вдруг удалитесь со всех сетей там переедете в другой город но все что угодно и да вы для него получается это будет для него очень огромное предательство что предательство если он не может за вами следить если вы будете перекрывать его каналы слежки это будет для него предательство но любовные мысли все равно все равно скучашка девочки что его сердце сейчас колесница девочки знаете что он хочет он хочет девочки окольцевать он хочет женщину свою окольцевать и быть не то чтобы мужем а повелителем ее даже и реально он думает о кольце если он вам еще не сделал предложение он думает о том не как сделать красиво предложение что я вам сделаю эту женщину счастлива и бла-бла он боится просто знаете произнести даже эти слова боится сделать предложение боится руку и сердце предложить потому что там надо будет говорить да что я для тебя сделаю я тебя там люблю бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла а для него окольцевание женщины то же самое что окольцевание птицы для чего кольцуют птиц для того чтобы поставить на ней но номерок и отслеживать ее миграцию девочки до места ее посещения все остальное он хочет окольцевать именно для этого женщину но и я смотрю тут какой-то ком в горле у него стоит он он не может правильно выразить свои мысли если вы хотите девочки замуж за этого мужчину да то самым вкусным для него будет если вы например таки скажете я буду полностью принадлежать своему мужчине мужу своему ну например тебе дорогой да и он я всегда буду в зоне доступа я никогда не не подниму трубку я ты меня что будешь видеть и увидишь какая верная хорошая бла-бла-бла да и то что я согласна чтобы жить золотой клетки у моего любимого ну то есть знаете вот на уши ему присесть в плане того что вы всегда будете он всегда будет вас видеть он всегда будет контролировать каждый ваш шажочек чем больше вы своей независимости да будете показывать тем ему сложнее с вами и вот не зря вот ком в горле по восьмерке воздуха торчит понимаете мне кажется что вы тут где-то бьетесь о волны о камне независимости девочки да и вот это его конечно теребункает он боится что он не проявится смотрите какой король еще земляной выпал да карта следака тут и тут девочки видите как он за вами тут наблюдают но я хочу еще больше понимаете за ней наблюдать вот такие вот дела так что что у него в сердце девочки наблюдение как говорится знаете продолжайте видите наблюдение мы с вами свяжемся конспектирует что-то узнает как вы что вы где вы почему вы девочки знаю и с ним очень интересно играть в том что я буду только твоя я буду принадлежать тебе и буду хранить носите кованый кованые трусы верности понимаете все мужчина поплывет понимаете тут вот это у него главное такое представляете и это не то что в голове у него сидит у него девочки это в сердце я так думаю что все таки этот мужчина травмированный был где-то когда-то да когда его когда он думал что он не контролировал ситуацию кто-то от него сбежал убежал и все остальное вот такие вот дела мои дорогие третий вариант давайте посмотрим что его сердце сейчас так помешаем карты сила выпала 11 старший аркан девочки это он сейчас знаете на крыльях он на крыльях на твердой ноге скачет как козочка или как козлик у него все хорошо бодренький козлик я бы даже сказала да он радуется жизни у него сейчас сильно хорошая крепкая аура этот мужчина который не то что даже сам себя может сейчас вытягивать да из каких-то таких проблемных ситуаций он и вам может помочь так что если у вас какие-то такие проблемы не бойтесь просить вашего мужчину вам помочь в чем-то да то есть чем он сможет тем поможет он внимательно вас высушил выслушает и есть тут такой момент что он будет вам помогать но смотрите это все-таки выпала сила и причем так как гадаем на мужчину это мужская сила то есть так как мы видим решение проблемы не всегда это решение проблемы видят также мужчины поэтому даже если вы пожалуетесь если у у вас есть план, как решить эту проблему, а он как-то предлагает по-другому девочке, это не значит, что он козёл, вялый козёл, который не будет что-то вам помогать делать. Это мужчина тот, который способен на 5 с плюсом решить любую проблему и задачу. И если он к этой вашей какой-то проблеме, к вашей просьбе относится вроде бы спустя рукава, значит, она для него в принципе не особо что стоит. Вы, главное, не подходите к карте силы, к старшему этому аркану, не подходите со своими планами на жизнь. То есть тут надо послушать как раз-таки его, внимать то, что он говорит, что он делает по отношению к вам. Ещё, девочки, что по этой карте я вам скажу, что в его сердце сейчас. Бодрый, вот знаете, фрегат по названию бодрый. Прёт, занимается делами и всё остальное. Но ещё может такое также обозначать, что, смотрите, если у вас сейчас такие вот отношения, которые только начались, либо развиваются, вы просто загадали на своего мужа, загадали на мужчину, с которым у вас уже развитие отношений идёт, и вы и так знаете, что всё хорошо. Это говорит о том, что вы придаёте этому мужчине силы. И он ещё, ой, как много для вас, девочки, что сделает. А если вы загадали мужчину, который вас игнорит здесь, да, и вы хотите узнать, что в его сердце. Это тот мужчина, который уже, в принципе, где-то отработан, да, даже вот по карме отработан, и он является уже бывшим каким-то. То вот этот мужчина как раз-таки набирает силу, набирает высоту. И бодрый идёт по жизни. У него, в принципе, сейчас, девочке всё хорошо, и он чувствует, что всё хорошо. Что в её сердце сейчас? О, ещё и верховный жрец выпал. Видите, какой бодрый. Бодрее некуда. Королева воздуха. С ним сейчас какая-то женщина. Либо это девочки вывыпали, да, то, что он верховный жрец для королевы воздуха, либо это какая-то другая женщина, если он находится с кем-то в паре. Вот. Давайте ещё. Что в его сердце сейчас? Паш земли и рыцарь воды. Ну, его сердце занято, сразу вам говорю. Если вы загадали вот на бывшего или игнорищего мужчину, с которым, в принципе, просто загадали узнать, как дела у этого мужчины, я вам скажу, девочки, давайте порадуемся. Всё-таки у него всё хорошо, а мы сделаем так, чтобы у нас было ещё лучше, правда? Почему бы и нет? Это азарт. Но если вы как раз с этим мужчиной, я вас поздравляю, девочки. Мужчина вот на 5 с плюсом. Вот реально на 5 с плюсом мужчина. Сильный такой, знаете, сильный духом, здоровый, здоровый духом. Всё у него нормально и хорошо. Ещё когда такое, знаете, немного такой крысиный характер. Я сама даже крыса, да, но крыса по китайскому гороскопу, то есть в год крысы родилась. И вот этот ваш мужчина, он, получается, у него что-то такое связано с тем, что он тоже всё в дом, всё для дома, как бы там что построить, как улучшить свою жизнь и всё остальное, как любимую туда забрать, привезти. Да? То есть такой хороший мужчина. То есть от него отказываться нельзя. Злиться сейчас на девочки, на него тоже не надо. У вас может быть раздрай какой-то там в жизни, да, но обидок не надо ему показывать. Наоборот, надо к нему примкнуть, понимаете? Примкнуть к этому 301 спартанцу в лице одного мужчины, девочки. Берите его, берите. Вот такой вот мужчина, девочки, выпал. Сейчас у него всё нормально и хорошо. Давайте, знаете, ещё одну карту для вас достанем. Что в его сердце по отношению к вам? Опять, девочки, повторяется карта. Рыцарь воды выпал, да? Это любовь. Я тебя люблю. Вот что это, девочки, значит. Поняли, мои дорогие? Вот такой вот третий вариант. И четвёртый вариант. Отложим эти сигнификаторы. И четвёртый, девочки, потрём его об глаз. И давайте посмотрим самый мистический вариант из всех мистических. Тройка воды, мои дорогие. Что в её сердце сейчас? А вы в курсе, что он вас не понимает? Он вас любит, девочки. Он хочет быть с вами. Но ему непомнятны ваши эмоции. Он не понимает, знаете, что? Не именно чувства, а именно эмоции. То есть у него какой-то такой вот раздрай идёт. Он как прислушивается. Знаете, это то же самое, что слышать где-то за стеной какие-то разговоры. Очень хочется понять, а что же там в голове, что же там за стенкой происходит. И приходится прикладывать ухо к холодной стене, с банкой там, например, для того, чтобы подслушать ваши чувства, ваши эмоции, что вы о нём говорите. Этот мужчина, девочки, сейчас навострил ушки. Ему интересны сплетни, рассказы, что о нём вы думаете, что вы говорите другим о нём. Понравился ли он вам вообще, что вы думаете по этому поводу и всё такое, девочки. Ему очень интересно узнать, что вы говорите о нём другим. Если этот мужчина находится рядом с вами, смотрите, девочки, удаляйте всякие такие вот переписки, где вы о нём нелестно отзывались, потому что телефон может ваш быть прочитан. Есть такое ещё, песня такая, недавно слышала, «Дай свой гаджет», «Дай сюда свой гаджет». Может, вы тоже слышали, такая песня есть. И типа, он теперь мне обо всём расскажет. Ну, то есть, всё, этот мужчина либо полез в ваш телефон, либо уши на макушке держит, узнаёт у других, возможно, да, либо пытается вообще как-нибудь по вашим там надписям, каким-то статусам, каким-то фоткам понять, как же ты ко мне относишься, любишь ли ты меня и всё остальное. Что в его сердце сейчас? Правильно, а почему он так делает? Потому что он охотится, король огня выпал. Так, что в его сердце сейчас? Вы для него загадочная, странная и неповторимая, слишком независимая, слишком такая загадочная и слишком такая деловая. И он не может расслабить девочки булки с вами, он не может расслабить булочки свои, да, потому что он думает, что он может где-то пропустить момент, пропустить удар. Он на вас охотится, понимаете? И вы для него не такая лёгкая добыча, которая Сюся Муся, не это вот тётя Люся, да. Он, получается, думает о вас для того, чтобы где-то подслушать, вот как-то что-то узнать, как же вы к нему относитесь. Причём не напрямую, да, вот реально. Почему вы просто не спросите, как ты ко мне относишься? А потому что девочке, кажется, легко так спросить, да, как ты ко мне относишься? А вы готовы ему ответить, действительно, по-честному, вот реально, положа руку на сердце, ответить, что вы к нему чувствуете? Вы ему готовы это сказать? Я сомневаюсь, потому что все вот эти вот карты, девочки, указывают о том, что вы как раз что-то там и утаиваете. И этот раздрай как раз-таки чувствует ваш мужчина. Поэтому он хочет узнать, что же там, что же там, что же там у неё в голове. И, чё у меня такое, этот, сказала так, знаете, как передразнивая, да, что такое? Чё мне так хочется сказать, я не знаю почему. Может, он у вас не говорит на русском, девочки, или у него кровь какая-то смешанная? Странный, интересный момент. Давайте ещё посмотрим. Что у него на сердце, девочки, сейчас? Ой, хочет как проверить, хочет всё знать, хочет везде залезть, хочет знать правду и только правду, что у её сердца сейчас. А ещё, девочки, смотрите, опять этот охотник выпал. Зеркала следит за вами. И такой момент есть, да? Он-то следит за вами, девочки, хочет узнать, подслушать, разведать всё. Но в чём фишка? Ему-то самому есть что скрывать. А знаете, что ему есть скрывать? А пишет, а пишет ему, девочки, а пишет же какая-то женщина, которая как-то пытается за него зацепиться, обратить своё внимание на него. Может, какая-то там где-то бывшая, он не обращает внимания, скорее всего, он даже это просто удаляет, уносит. Не хочет он внимания от какой-то другой женщины, аж его, как говорится, тошнит. А и в то же время он направляет энергию до того, чтобы подслушать, узнать, как же вы к нему относитесь. Но обратите внимание, что какая-то там летает возле него, пытается обратить его внимание на себя, да? Но я бы не сказала, что это соперница. Нет, это не соперница. Это просто женщина, которая написала, захотела внимания от мужчины, он ей ничего не ответил, удалил её смс-ки и дальше думает о той женщине, которая бередит его мысли. А бередите его мысли, девочки, вы. Тройка червовая, тройка воды, тройка кубка выпала на вас, мои дорогие. Вот такой вот вариант, котики мои. Всё, мои дорогие, вот такое вот было гадание. Люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас с вашими мужчинами всё сбывается, что бы вы ни хотели. Пусть они нас понимают, правда? Всё, котики, пока-пока.